Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я, её ведущий, Андрей Печерин. Сегодня мы продолжаем знакомить вас с собранием сочинений одного из величайших учителей Церкви, преподобного Ефрема Сирина, который выпускает свет издательства «Сибирская благозвонница». Святой Ефрем Сирин оставил после себя весьма много сочинений. В одних он — толкователь священного писания, в других — обличитель ереси и песнопевец Церкви, в иных — учитель христианской жизни, в частности, проповедник сокрушения сердечного. Сочинения последнего рода, по словам святителя Дмитрия Ростовского, составляют как бы печать души преподобного Ефрема и вместе его славу на все века. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию ещё одну книгу, в которой собраны духовно-нравственные произведения Святого Отца, проповедника, покаяния. Она называется «Страсти и добродетели». Настоящее собрание сочинений, выпускаемое в свет издательством «Сибирская благозвонница», печатается по изданию творений и живосвятых Отца нашего Ефрема Сирина в «Восьми томах», которое выходило в 1895-1914 годах в Сергиевом Посаде. В этот сборник вошли слова и послания преподобного Ефрема о борьбе со страстями, о возделывании добродетелей и внутренней брани. Ведь главное дело для решившегося благоугождать Господу есть очищение сердца через борьбу со страстями. А для этого надо знать, что есть в нас доброго и худого, чтобы одно взращивать, а другое подавлять и искоренять. Разобраться в том и помогает нам Святой Отец. «Ни о чем так много не говорил и не писал преподобный Ефрем, как о сокрушении сердечном, о необходимости непрестанно проливать слезы покаяния, потому что и сам он был проникнут чувством глубочайшего сокрушения». Святитель Григорий Низкий говорит, что непрестанно плакать для Ефрема было то же, что для других дышать воздухом. Кто будет читать его списание, прибавляет Святой Григорий, тот увидит, что он не тогда только плачет, когда говорит о покаянии, но и в похвальных словах, где другие обыкновенно выражают радость. Ни днем, ни ночью не отступала от Святого Ефрема мысль о грехах. А однажды он поведал братьям свои, как среди размышлений о суете жизни временной, напал на него великий страх. И он узрел очами сердца своего Господа, сидящего во славе своей. «Господь сказал душе моей, так говорит Святой Ефрем, «Для чего ты, душа, возгнушалась небесным своим чертогом, который наполнен светом славы? Для чего ты, душа моя, невеста моя, ненавидишь причистого и бессмертного жениха? Для чего ты, душа, возгнушалась благами, какие уготовил я тебе во свете жизни? Для чего ты, душа, сделалась мне чуждой своими непристойными делами и помыслами? Для чего ты, душа, не заботишься предстать мне в пришествии мое? Для Тебя вошёл я в общение со смертью. Для Тебя я и человеком стал, желая искупить жизнь Твою от тления. Жизнь Твою душа почтил и возвысил я перед всеми делами моими. Тебе, душа, уготовал я чертог на небесах и сделал так, чтобы ангелы служили Тебе. И Ты возгнушалась небесным женихом и неизреченными благами, какие я уготовал Тебе. Убоялся я, братья, продолжает Ефрем, вникая в страшные слова Господней, сказал «Вы, горы, покройте грешника и нечестивца». И, преклонив вниз голову свою, проливая о себе слёзы, говорил «Услышь, Владыка, плач мой, и не поступи со мной по всем делам моим о душевном страхе». Так сам, полный сокрушения сердечного, преподобный Ефрем, когда желает и других расположить к смиренному сознанию своих грехов, при этом всегда старается сначала поставить на вид своё собственное недостоинство. Поэтому нередко он начинает свои наставления такими или подобными словами. «Будьте по сердоболию своему сострадательны ко мне, братья, избранники Божии, склонитесь на воззвание человека, который обещал благоугождать Богу и солгался творившему Его. Склонитесь, чтобы ваших ради молитв избавиться мне от обладающих мною грехов, и, сделавшись здравым, восстать от одрат летворного греха, потому что ещё с детства стал я сосудом непотребным и нечистым. И теперь, когда слышу о суде, не обращаю на это внимания, как будто стою выше падения обвинений. Других увещаю, убеждаю, удерживаться от вредного, а сам в двойной мере делаю это. Увы мне, какому я попал осуждению? Увы мне, в каком я стыде? Подлинно у меня только образ благочестия, а не сила его. Обличение самому себе и исповедь. Или вот ещё одно обличительное слово самому себе произносит преподобный Ефрем, обращаясь к людям, пришедшим к нему за советом. Ублажаю жизнь вашу, христолюбцы, потому что она исполнена благого дерзновения. Но окаянна собственная моя жизнь, потому что ни к чему не потребна. Ублажаю вас, возлюбленные. Правым житием своим соделались вы любезными Богу и ангелам. Но кто оплачет меня, который раздражил Бога суетными делами своими? Блаженны вы за целомудренное своё поведение и за безмерную любовь свою на следующий рай. «Дивлюсь вам для пользы души своей, не поленившимся совершить такой дальний путь. Ещё же удивительнее для меня, что пришли вы к человеку, ничего не стоящему и осуждённому за грехи, и у него требуете ответа на пользу». Слово о добродетелях и пороках. Но, сознавая своё недостоинство, преподобный Ефрем всё же даёт мудрые и полезные советы тем, кто пришёл к нему за помощью в делах духовных. Он говорит им о страхе Божьем и бесстрашии, о любви и о не имеющих в себе любви, о долготерпении и об его отсутствии, о кротости и лукавстве, о истине и лжи, в общем, о добродетелях и обратных им пороках. Завершая свои наставления, Отец говорит, «Умоляю, общую вашу любовь, благословенные Христом, участники рая, подчтитесь, все вы угождать писавшему вас воинство своё, Христу, чтобы никто из вас не был отринут за небрежение или нерадение. Все вы, по благодати Христовой, вступившие под иго, остерегайтесь исполнять хотение плоти, чтобы не оказаться нам безответными на страшном оном судилище, на котором будет воздаяние всякому, делал ли кто доброе или худое. «Блаженны те, — говорит Святой Отец, — которые с дерзновением предстанут тогда перед судьёй, которые из рук Господа приимут святую награду. Но горе тогда, пристыженным в чём-либо, презренным и ничем его не стоящим. Какое, например, оправдание обвиняемого в словолюбии, или в кечении, или в непослушании, или в неподчинённости, или в чревоугодии, или в опрометчивости, или в многословии, или в гордыне, или в самоуправстве, или в высокомерии, или в зависти, или во вражде, или в злоречии, или в вспыльчивости, или в клеветничестве? Какое оправдание будет тому, кто будет обвинён в этих презренных пороках? Какую выгоду и какое удовольствие получаем мы из этого? Ну и какая тяжесть отречься от этого? Поэтому, умоляю вас, братья, — говорит преподобный Ефрем, — постарайтесь, чтобы никто из вас не был осуждён в чём-либо таком. Постарайтесь, чтобы и грехи эти не служили вашему уловлению, а напротив того, со всей его осторожностью наблюдайте за собой, чтобы прославиться со Христом. Как видно из этого наставления, Святой Отец завершает его напоминанием о пришествии Христа, о страшном суде и будущей участи праведников и грешников. И в других своих наставлениях, о чём бы ни говорил, слово его как бы невольно склонялось более или менее к этому предмету. О том, что мысль о суде постоянно была присуща душе его, лучше всего показывает следующий его рассказ. «В один день, встав очень рано, ходил я с двумя братьями в неблагословенного града Эдесса. Возвёл очи свои я на небо, которое подобно чистому зеркалу со славой осеивало звёздами землю. И в удивлении сказал, «Если звёзды сияют с такой славой, то кальми пачи праведные и святые, сотворившие волю святого Бога. В тот час, когда приедет Господь, воссияют неизглаголанным светом спасительевой славы. Но вдруг при воспоминании о страшном пришествии Христовом содрогнулись кости мои. И ощутив смущение души и в теле, я заплакал с сердечной болью и сказал, воздыхая, «Каким я окажусь, грешник, в этот страшный час? Как предстану праведному своему судьи во время страшного суда?» Эти размышления снова и снова приводили святого отца к сокрушению сердечному, которое он внушал и своим собеседникам, которое даст Бог. Познают и читатели этой книги. Все нравственные наставления преподобного Ефрема по словам святителя Дмитрия Ростовского благоухают сердечным умилением. Сокрушаясь о своих грехах, он обращает и наше внимание к исправлению своей жизни. И темой бесед святого Ефрема — это покаяние, память о смерти и суде, страх Божий, внимание к самому себе, смирение против гордости и прочее. За свои высокие поучения святой Ефрем был назван святоотеческим пророком сирским. И до сих пор звучит голос этого сирийского подвижника в его творениях, призывая нас к покаянию, к борьбе со своими страстями, к возделыванию добродетелей и одновременно ободряя нас великой Божией любовью и милосердием к людям. Поэтому будем неустанно обращаться к трудам преподобного Ефрема, знакомства с которыми мы продолжим в одной из наших следующих программ. А на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Я же прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok